Радостное возвращение. Валерий Гергиев не был в Сочи с момента проведения Белой Олимпиады. Специальный поезд с музыкантами прибыл на железнодорожный вокзал в 9.15. Он так и называется чартерный поезд Московского пасхального фестиваля, который стартовал 1 мая и продлится до 17-го. Маэстро встретил на перроне глава города. Добро пожаловать в город Сочи. Ждем. А вы приготовили такую погоду? Да, у нас всегда такая. Когда-нибудь вы приезжали, чтобы не было такой погоды. Да, и горы на месте. Да, и снег даже там небольшой нет. Для музыкантов, конечно, важна публика, зрители в зале. Тем не менее, каждый город как-то влияет на атмосферу проведения концерта. И очень важно, встречает ли он гостей солнцем или дождем. А наш город уже стал постоянной площадкой для реализации важных всероссийских и международных проектов. Здесь могут быть гораздо более многочисленные, даже более качественные акции. Особенно на фоне почти полного прекращения движения наших отдыхающих в Турцию или в Египет. По известным причинам, я думаю, что огромный шанс у Сочи сейчас. Деятели искусства и великие мастера, которые сюда приезжают, и помогают нам пригласить в Сочи всех остальных людей со всего мира. Фестиваль проводится при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры России, Министерства обороны страны и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году фестиваль посвящен 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Для меня это всегда большой праздник. Буквально недавно выпала честь мне побывать в Мариинском театре в Петербурге. Очередная моя мечта еще раз былась. Не успела вернуться в Сочи опять Валерий Гергиев, маэстро. Я получаю огромное удовольствие. Насладиться виртуозным исполнительским мастерством питерских музыкантов повезло сегодня многим сочинцам. Фемпфестиваль по традиции задает симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, а также известные современные музыканты, победители конкурса Чайковского. А еще лучшие инструментальные и хоровые коллективы со всего мира. Приехать в Сочи на несколько часов, подарить людям прекрасное весеннее настроение и уже в два часа дня вновь сесть в поезд, чтобы окунуться в мир удивительно тонкой и проникновенной музыки смогли жители Краснодара. В программе Московского пасхального фестиваля 20 городов России. Елена Всецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.